МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Прощай, друг и коллега. Жители города и района проводили в последний путь известного правозащитника и журналиста Солнечногорья. Уходит человек, есть и смена. Я бы хотел, чтобы такой человек появился, который бы был застрельщиком борьбы за справедливость. Чья возьмет? В неравной борьбе с чиновниками ветеран войны в одиночку пытается отстоять общественный интерес. Бумаг сколько набралось? Ужас сколько с бумаг? Одни бумаги. Золото-злато. Народный ансамбль в очередной раз продемонстрировал свое мастерство на отчетном концерте. Сегодняшняя программа посвящена весне, предстоящим праздникам. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня солнечногорцы простились с Юрием Ивановичем Грачевым, главным редактором газеты «Солнечногорский форум», членом Комитета спасения Солнечногорского района. Он трагически погиб 13 апреля. Юрий Иванович Грачев родился 2 апреля 1936 года в городе Златоуст, Челябинской области. В 1954 году окончил 10 классов в Солнечногорске. С 1957 года связал свою жизнь с Советской армией. Окончил Тамбовское артиллерийское техническое училище, военную инженерную академию имени Дзержинского. С 1971 года начал заниматься научной работой. Сначала младшим научным сотрудником в сфере ракетно-космической техники. Затем до 1979 года в должности старшего научного сотрудника Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники. С 1979 года по 1983 год Юрий Иванович работал преподавателем цикла боевой техники и стрельбы высших офицерских курсов выстрелов в Солнечногорске. За годы службы Родине Грачев был награжден семью правительственными наградами. О своей службе Родине Юрий Иванович Грачев рассказывал нам ровно год назад по случаю своего профессионального праздника Дня космонавтики. В вооруженных силах Юрий Грачев прослужил 35 лет. Через полгода после первого полета Юрия Гагарина он стал служителем факультета ракетно-носителей и спускаемых аппаратов Академии имени Дзержинского. После ее окончания был направлен на полигон, название которого стало известно всему миру. Просто нужно было выиграть в гонке и обладением космоса, и на Луну надо было попасть, и облететь, и на Марс. Разные темы шли. Мы же пуски, тысячи пусков, по-моему, пуски различного класса. Самое главное, конечно, это надо было иметь надежную ракету с ракетно-носителем, с ядерным газом. Одной из задач стала работа над ракетой-носителем сверхтяжелого класса Н-1. Первоначально она предназначалась для вывода на околоземную орбиту тяжелоорбитальной станции для полетов к Венере и Марсу, а после начала лунной гонки для полета человека на спутник Земли. Все четыре испытательных запуска ракеты Н-1 были неудачными. Последний из них Юрий Иванович хорошо помнит. И вот сидим, просматриваем, тишина в зале, только диктор 10 секунд, полет нормальный, 20 секунд, пока идет такой через 10 секунд, и должно было бы произойти разделение ступеней. У меня бых на экране проскочило, и у меня вырвалось слово некультурное, да? Конечно, это была не единственная неудача испытателей. Были и более страшные аварии. Но были и научные открытия, и азарты, и увлечения, и 20 лет научно-исследовательской и испытательской работы, и преподавания полученных знаний новому поколению. То, что сейчас стало много и легко летать, это заслуга моего поколения. Это годами нарабатывалась и практика, и статистика, и были и приятные, и неприятные моменты в жизни. Да, миновало поколение мальчишек, которые мечтали о космосе. Но, возможно, пример ветерана вдохновит тех молодых людей, которые изучают историю космических открытий, пока только по играм в «Звездные войны». А ведь в открытом космосе еще столько неизвестного, и, может быть, она ждет именно вас. Прощание с Юрием Грачевым состоялось в Доме культуры «Выстрел». Его провожали в последний путь родные, друзья, коллеги и простые солнечногорцы. Сегодня в основном вспоминали журналистку и общественную деятельность Юрия Ивановича, которой он без остатка отдал последние годы своей жизни. В памяти многих солнечногорцев Юрий Иванович Грачев останется активным членом общественной организации Комитет спасения Солнечногорского района, несгибаемым борцом за права простых людей, бескомпромиссным журналистом. Учрежденная им общественно-политическая газета «Солнечногорский форум» стала своеобразной трибуной борьбы с коррупцией, казнократством, злоупотреблениями в сферах ЖКХ, строительстве и экологии. Он призывал к ней на страницах газеты, в телевизионных интервью, на митингах. Уважаемые жители Солнечногорска и Солнечногорского района, обращаюсь к вам с просьбой прийти на митинг, организованный Комитетом спасения. Это общественная организация, которая состоится на улице Советская у памятника Ленина. Вопросы, которые будут там освещаться, касаются всех жителей, кому небезразлично судьба района, в котором мы сейчас находимся. Будут вопросы касаться ЖКХ, тарифов, точной застройки, незаконного строительства палаток, игрового бизнеса. То есть вопросы, которые затрагивают всех жителей района. Еще раз обращаюсь с просьбой прийти, потратить время и защитить свои интересы, которые вам гарантированы Конституцией и законами. На прощальной панихиде Юрия Ивановича вспоминали как доброго, отзывчивого и очень справедливого человека. К его гробу люди несли сегодня цветы и произносили речи. Такой человек был чистый, который не о себе думал, а о нас обо всех. Он не любил, кто лижет начальство сзади и спереди. Он стрелял правдой, стрелял точно, всегда аргументированно, отстаивал наши интересы, несмотря на то, что его пытались запугать, уничтожить и избить. Юрий Иванович – это человек незаменимый, незаменимый в нашем Солнечногорском районе. И вот прожекторная 7, когда его постоянно все знали, любили, уважали, понесла невосполнительную потерю. Как говорят, уходит человек, есть и смена. Я бы хотел, чтобы такой человек появился, который бы был застрельщиком борьбы за справедливость. Сейчас, к сожалению, у нас с этим плохо. Скажу вам честно, я потерял хорошего товарища, истинного патриота, надо сказать. Человек болел, болел все свое время, боролся за то, чтобы справедливость торжествовала во всем. Юрия Ивановича Грачева похоронили на новом кладбище микрорайона ЦМИС. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Знамя борьбы за справедливость, выпавшие из рук Юрия Грачева, нужно срочно кому-то поднимать. Как выясняется, одна из самых укоренившихся игр в Солнечногорске – чиновничий футбол. За ее ходом пристально следят члены гаражного кооператива «Металлург-2». Уже полгода в затопленных подвалах их гаражей можно заниматься дайвингом или попробовать разводить рыбу. Вызов команде чиновников бросил лишь один человек – ветеран Великой Отечественной войны. Пока чиновники выигрывают. Гаражно-строительный кооператив «Металлург-2» расположен между улицей Колхозная и Железной дорогой. Владельцы гаражей почти 40 лет не знали бед. Однако прошлой осенью прямо у въезда в кооператив началось строительство четырех новых боксов. И все бы ничего, да только строители при возведении фундамента засыпали трубу в водоотводы. И теперь у стен гаражей первой линии скапливается вода, которой просто некуда деваться, кроме как в подвалы их владельцев. Теперь давайте! Что, панель там включай? А какая там глубина? Ну что, метр два клада, наверное. Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы, 86-летний Сергей Федорович не автолюбитель. Однако гараж, которым он владеет, ему особенно дорог. Именно поэтому он вот уже полгода обивает пороги чиновников. У прокурора был, у Якова был, у Якунина раза два был. И он с бумаг сколько набралось? Ужас сколько с бумаг. Одни бумаги. В архитектуру пять раз был. Направили к Игнатьеву, Бабуховской, дом 9. Я там семь раз был. На третий раз они ездили. На четвертый раз вместе со мной. Фотографировали, посмотрели, что затоплено. Опять отписку дали, что все нормально. Гражданин пишет, что в его подвале гаража вода. То есть, как бы, тут администрация никаких мер не сможет принять, потому что гаражный кооператив находится в низине. То есть, там, как бы, грунтовые воды по весне. Я сам имею гараж. И то же самое, каждую весну имеют подтопление гаража. То есть, это нормальная, стандартная ситуация. Те владельцы гаражей, которые не считают эту ситуацию нормальной, вынуждены бороться с водой тоже бумагами. Только гораздо меньшими по размеру, но, как показала практика, гораздо большими по значимости. Шуршащими и с водяными знаками. Сергей Федорович не готов тратить свои гробовые деньги на откачку воды. Он все еще надеется на то, что справедливость восторжествует. Дмитрий Щетинин, Евгений Корнилов, Антон Яценко. Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». 13 апреля в Доме культуры Лепси состоялся отчетный концерт Народного инструментального ансамбля «Злата». Мы от души приветствуем настоящих любителей музыки, решивших провести этот весенний воскресный вечер в компании Оркестра народных инструментов «Злата». Руководитель и дирижер Ирина Эктова. Коллектив «Злата» давно полюбился солнечногорцем. Его основной состав входит преподаватель Солнечногорской детской школы искусств, а также любители инструментальной музыки. Помимо инструменталистов, в ансамбле «Злата» есть фокалиста с уникальными завораживающими голосами. Сегодняшняя программа посвящена весне предстоящим праздникам 9 мая, который будет. В ближайшее время этот же ансамбль будет выступать у нас на праздновании 9 мая 69-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и 17 мая на празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Такие интересные концерты коллектив «Злата» проводит каждые 2-3 месяца. Любители инструментальной музыки при желании всегда могут их посетить. Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорская телевидение, информационная программа «Наше время». И это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.troynoiw.tv.ru Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 19.30. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и понедельник в 14.00 в эфире выпуск «Наше время». Итоги. Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин